Брать по привычке землю со своего огорода для будущей рассады нежелательно, говорят ученые аграрии. Хотя именно так многие садоводы и поступают. Вместе с такой землей вы принесете споры сорняков и личинки насекомых. Если же все-таки вы берете грунт из своего огорода, то это нужно взять где-то с открытого грунта, то есть ни в коем случае не с теплицы, потому что там самая зараза. При этом сняв верхние сантиметров 5-10 земли. Одним торфом или землей с огорода не обойтись в субстрат для рассады, добавляют рыхлящий материал, например, опил, он поможет корням дышать, и известняковую муку. Расчет такой на ведро субстрата – столовая ложка известняка. Известняковая мука необходима для того, чтобы раскислить торф. То есть торф кислый, и растения там будут расти плохо. Для того, чтобы реакция раскисления прошла, потому что это не мгновенная реакция, необходимо все-таки какое-то время. То есть желательно субстрат приготовить, ну, так скажем, недельки за две до посева. Пока грунт готовится, есть время проверить семена на всхожесть. Определить всхожесть просто. Надо создать семенам благоприятные условия для роста. Разместите их между двумя слоями марли, поставьте в достаточно теплое место и периодически поливайте. Периодически, ну, где-то раз в день нужно вот так вот проветривать, чтобы там не заплесневело это все. И периодически смотреть, проросли или нет. Если срок уже прошел, то уж если они в лабораторных условиях, в идеальных условиях не проросли, в поле они точно не проросли. Добавим, что все семена имеют срок годности, после которых в их всхожести можно усомниться. Например, срок хранения семян сельдерея всего 4 месяца. Укропа год. Семена свеклы можно хранить 10 и даже 20 лет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...